Тысячи икон, 87 иконостасов. Роспись храмов России от Дальнего Востока до Соловков. 45 лет его рукой движет Бог. Ильгиз Ханов – иконописец, который возвращает русской культуре её духовное начало. Выписанные трепетно святые лики Иисуса Христа, Богородицы и святых, сегодня в Ивантеевке. Высшее достижение для художника – это было писать в храмах. И Леонардо, и Рафаэль, они все писали духовно, потому что любой художник должен проявить дух. Ну, как-то вот так об этом говорить сложно, об этом надо как-то делать это всё. Поэтому я попробовал писать икону, у меня получилось, меня богословили писать, и я писал икону. Выставка, следуя своему названию, икона «Взгляд в вечность», пронизана молитвенным духом, обращающим взор к нетленному и возвышенному началу православия. Художник пишет образы, следуя церковному преданию, как всегда было и как есть в русской иконописи. Так Андрей Рублёв молился 40 дней, очищался и причащался, прежде чем приступить к работе над святым образом. И за большой вклад в возрождение духовности Ильгиз Ханов награждён орденами Российской Православной Церкви имени Андрея Рублёва, первой и второй степени. А церковь состоит из небесной церкви и земной. И вот в небесную церковь уходят и святые архангели, и ангели, и святые, и, конечно, лица тех святых, которых пишутся на иконе. И когда мы смотрим на иконостас, то они на нас смотрят, они нас слышат, они видят нас, а мы их видим. Но мы видим только в иконе, которая написана. Писать иконы – это очень великий дар Божий. Художник родом из Казани, но сейчас живёт в Москве. Ильгиз Ханов – один из создателей знаменитого храма всех религий, расположенного в Казани. В Ивантеевку иконописец приехал специально, чтобы поделиться с жителями своим пониманием духовной красоты. В год нашего юбилея города, 80-летия города, эта выставка очень интересна, и она будет востребована нашими горожанами. Помимо икон в экспозиции представлены этюды детства художника, а также портреты его школьных товарищей. Посетить выставку «Икона взгляд в вечность» ивантеевцы смогут до 7 июля.